короче мы решили исправить одну очень большую ошибку нет не ошибку а недостаток в нашей жизни в первую очередь в моей оператор не сильно тему переживает а я сильно переживает вы знаете что я ярый фанат марки но я ни разу не был на родине бмв то есть в мюнхене в том числе в музее мы решили вопрос исправить сегодня суббота утро 10 утра через два часа у нас вылет мы летим в мюнхен если все получится арендуем тачку и едем музей и ночуем в мюнхене и завтра вечером воскресенье возвращаемся домой у нас всегда путешествие начинается с растрат до жена насколько время полтора часа полтора часа оператор взялась и винишко сейчас начнет расслабляющий сеанс перед взлетом а я взял себе латышку и чизкейк ничего вот на этом самолетике мы полетим cs-300 как я уже говорил одни из самых свежих самолетов в нашей air baltic компании и якобы их купили на замену вот этим вот видите там стоит бомбардир киу-400 по моему вот якобы на замену того парка вот эти самолеты покупаются бомбардир киу-400 по моему вот этим вот ощущение о комбардир, бомбардир киу-400 пыль, верни из Все, мы сейчас, короче, пошли пытаться получить машину. Не уверен, что получится. Там есть некие проблемы с резервацией, но сейчас оператор будет по-немецки разговаривать. Ладно, давай посмотрим, что дальше. Мы запукали BMW, но BMW нам пока не дают, потому что нужно кредитную карту, у нас только дебетовые карточки с собой. Ну, депозит за машину оставить. Парень пошел разбираться с начальником, не знаю, может быть, нам повезет, может быть, нет. Спросим сейчас другой компании, да? Короче, я надеюсь, меня слышно. Объясняю. Мы не пользуемся кредитными карточками, у нас есть только дебетовые, ну или расчетные, как она там называется. Получить машину хорошего класса, BMW, Audi, Mercedes и так далее нельзя без кредитной карты. На дебетовую карту мы кое-как в одной компании выпросили Opel. Как называется? Crossland? Я не знаю. Звучит, как будто будет сейчас внедорожник какой-то серьезный. Что нам нужно? East. А что он сказал? West? West. West, а вот, смотри, карта. Там можно West. Вот West. А ладно, нам пофиг уже было, на какой машине, лишь бы добраться до музея сегодня. Смотри, смотри, наша черная бестия стоит. Ууу! Нифига себе, смотри, какой красавчик. Джип дали, ё-моё. Ё-моё, ты что не пускаешь? Мы залезли, идти туда. Да, я даже залезу там. Так. Опа, 18 тысяч пробега. Слушайте, серьезный автомобиль? Спросили, умею ли я на механике ездить. Я говорю, ну как-то могу. Ой, как он стрекочит некрасиво. Что ты пререшься, женщина? Подожди. Надо выйти осмотреть тачан. Ладно, вроде все хорошо с тачкой. Все, полетели в музей. А он трехцилиндровый. Звук как у трехцилиндров, слушай. Вот эта машина, сейчас у нас 3 часа дня. Завтра в 4 нужно дать. Стоит 72 евро. Сутки. И депозит 250 евро. Так, мне нужен срочный интернет. Ну, немец я, ну, Саня на Opel я сижу, как этот дед в Волге какой-то. Но 4, почти 4 тысячи оборотов при 120. Смотри, сейчас поеду 120. Давай разгоняйся. Вот это почти 3 800 где-то. Это очень жестко. И мне кажется, что он трехцилиндровый. Не знаю, могу ошибаться. До музея нам 12 минут 14 километров. Надо свалить в правый ряд, да? Спасибо. Не спугни машинку. Бежит же домой. Обратно в свое место. Где тут что опять? Спасибо. А у них принято еще варить. Ну и вот самая интересная новинка, которую все ждут. Знаете, на фотках отвратительно выглядело. Тысячу раз это говорю. Но глазами приятней. Значительно приятней выглядит. Но это так похоже на Mercedes. Очень много всего нагороздили сюда. На заднюю часть. Ну, профиль. Профиль, понятно. Типичный X6. В салоне тот же G05. Наверное. Давайте посмотрим. Он закрыт, к сожалению. Да, все то же самое. Добавили только вот те элементы, которые... Типа поручни на консоли и все. Ну и морда прикольная. Морда прикольная. Ноздри красивые. Но светятся они, правда. Это такое немножко... Пахнет каким-то Китаем. Попсой. Но тем не менее. Вот такая вот лампочка, как у меня на кухне в мебели такая подсветка стоит. Копейку, в принципе... Давай посмотрим, конечно. В салоне они все у нас теперь одинаковые BMW. Чуть-чуть отличается. Дизайн панели, но так в целом все одинаковое. М8. М8 Краб. Красивый автомобиль, но к нему нельзя подойти. Там 7. М8 Купе. X7. И там Гранд Купе, по-моему, восьмерке стоит. Это и 8, и 3. Честно, мне пока не очень неинтересно. Потому что это все-таки еще будущее. И очень дорогое будущее. Но красиво. Стоит отметить, что это действительно очень красивая машина. Ну, база 155 тысяч евро. Но очень красивая машина. А, это Rollstar, кстати. Без крыш. Ты видела, кстати, как выглядит и ты внутри, иди сюда. Смотри. Они даже настолько, типа, экология, все дела. А не вот этот пластик. Он у нас затянут карпетом. Ну, панельным карпетом. А здесь просто волокно. То есть, если у тебя на машине содрать карпет, у тебя будет так же выглядеть по низу. Ну, я грубо говоря, смотри, здесь карбоновая, видишь, все. Это и 3. Максимально облегченная машина. При этом высокие колеса. Узенькие. Мы так поняли, что здесь показаны все новые новинки. Мне кажется, здесь выдают новые машины. Могу ошибаться. Здесь можно сверху посмотреть на... 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 Те машины, которые мы виделись снизу. И вот есть какой-то мост. Мы попробуем сейчас туда сходить. Пока я не понимаю, где основная выставка. Но, наверное, где-то вот. Где-то здесь. Сейчас будем искать. Еще у меня садится батарея. Я надеюсь, что хватит что-то отснять. Это у нас P54. 285 сил. Двухлитровый мотор, да. Все-таки датчики еще старые стоят. Двухи про него говорят. Это типа М60B40? Но нет, тут вообще ничего от М60 нету. Похоже, близко. Если тут еще присматривается какой-то М52. Поэтому около 300 сил на 500. 500 сил. 480 момента. 4 литра объем. Такую куда-нибудь ставить. Атмосферную, да? Да, да, да. С дросселями. Я не записывал. Еще раз. 81-й. А, это они выиграли тогда что-то в 83-м. 81-й год. Полтора литра. 450 момента. Почти 800 сил можно было сделать. Посмотрите, 4 цилиндра. Турбина просто больше, чем моя рука. Раз в сколько? Раз в сколько-то. Круто. Самолетный. 44-й год. 800. Что-то там тяги, да? Килограмм тяги, я не очень понимаю. И тоже вот там ставилось, туда. Это тоже, конечно, очень интересно. 64-й год. Я ходил, вроде круто. Очень на Запорожье похоже. Мы не ходим, не читаем эту историю. К сожалению, у нас нет времени. Но может быть, может быть, мы сюда вернемся завтра, но не факт. Это москвич. Это вообще странно. Все, поколение троек. Я так понимаю, здесь место для G20, да? Ой, извините, F30. F30. Е91. 335. 99-й год. 323 Е46. 2000-й год. 316-й газ. 316-й газ. 316-й газ. О, 328, смотри. 328. 325. X-Drive. X тогда был просто. 325 кабриолет. Е30. Это у нас Е21. А это будет Е12, да? Красиво. И здесь не хватает чего-то. М3 GTR. Почему один? Потому что это должна быть максимально легкая машина. А, у нас будет глазный руль. Дэнчик решил посидеть, помолчать. Все, Дэнчик решил посидеть, помолчать. Это Е9, правильно? Просто она в этом весе, ее не узнать. Но, ее можно по значку на стойке узнать. На мой взгляд, одна из самых легендарных машин, которые существуют. Z8. Roadster с V8 и S62 под капотом. Даже сегодня очень круто смотрится. Невероятный дизайн. На сегодняшний день стоит каких-то сумасшедших денег. Это просто... Посмотрите на эту машину. Давайте просто молча посмотрим. Шкалы приборов, как у 46-й. Какой-то компьютер непонятный. 36-46. Кнопка DSC 34-го кузова. Вот она. И... Да, ручка 39-я. Обогрев сидения 46-го тоже кузова. А остальное все свое. Ключ зажигания просто сверху. Хармон Карден. Все как надо. Z3. Не очень интересно. А вот это интересно. Z1. У которой двери отпускались вниз. В общем, этот с Денчиком пришли к мнению, что... Ну, как бы мы это знали, но вот отсюда мы смотрим с этого ракурса. Посмотрите. Посмотрите на Z8. Слушай, как она называется? Мне стыдно. Я не знаю. 308, 307. Как она там? Посмотрите решет. 507. Решетки одинаковые. Решетки одинаковые. Тоже свой 8. Пары все просто. Машины скопированы только в новой интерпретации, скажем так. А вот эта машина стоит на бушные что-то под миллион. Космос. Просто космос. Настоящая E9 без обвесов в оригинале. Я считаю, что одна из самых красивых BMW, которую BMW выпустили в своей истории. E9 Z8. Наступил и меня наругались сразу. Это M3 CSL. Кто не в курсе, у них свой бампер. У них нету противотуманок, видите? Только один воздухозаборник по левой стороне машины. У нее нету там, по-моему, ни климата, ничего. У нее карбоновые обшивки дверные. Ковши. А, простая печка, видите, стоит. И все. Дверные обшивки, не знаю, наверное, вам не видно. Багажник, кстати, свой тоже был. На туре CS. Нету CSL-блоковки. Слушай, ну ее давно оторвали. Легендарный автомобиль E30 M3. Четыре цилиндра, да? 230 сил было, по-моему. Продолжение следует. Продолжение следует. БМВ. Вы почему ржавеете даже в чистом, сухом помещении? Причем эта машина, смотрите, это разобранная i8. То есть она здесь не так давно стоит. Ну, сколько она может стоять? Лет пять? Не знаю. Просто ржавые болты. Не, ну это не серьезно, ребята. Лучше резиновое. Смотри, да, резиновое. Смотри, да, резиновое. Почему ржавые болты? Резиновое. Резиновое. Слушай, а может быть это тестовая тачка, которую тестировали, как вариант? Мы любим. Смотри, фары запесоченные. Ну да. Лучики, я не знаю. Ну да, ну да. Это, скорее всего, живая полноценная машина, которая ездила. Потом ее распилили. Смотрите, вот из этого делают и серии. Алюминий. Резина пережеванная. Пыльники. Пыльники E39 рулевой. Частики кузовные. Паралон салона, смотрите. Из этого делают машины. Продолжение следует. Мы приехали в отель. Вы видели музей. Село. Попробую записать еще раз. У нас какие-то проблемы с Соней. Она выключается. Что-то не знаю вообще пишет ли она что-то. В итоге мы приехали не тот в отель. Их тут целая сеть. Нас оставили в этом отеле, чтобы мы через этот город не ехали в тот, который надо. Просто перекинули сюда нашу резервацию. Всем доброе утро. Не стали вчера ничего снимать. Не было времени. Да и камеру оставили здесь. Посидели с ребятами. Покушали. В общем, все хорошо. Вернулись сюда. У меня в субботу утром я проснулся и заболело горло. Несмотря на то, что я вчера пытался лечиться. Там таблетки какие-то, еще что-то. Сегодня проснулся совсем плохо. Ведь я еле говорю. Поэтому сегодня буду мало говорить. Но побольше показывать. Я хочу вам показать номер, в котором мы остановились. На самом деле, мы не рассчитывали на какие-то серьезные номера. Но это полная шляпа, как говорится. Номер стоил 60 евро. Завтрака нет. Причем хотели его дозаказать. Его просто нет здесь. Машина стоит внизу на парковке. От отеля. И парковка платная. Не знаю, может быть здесь в Германии везде. Не знаю. Смотрите. Вот эта вот дверь. Здесь вот горшок. Вот эта вот дверь. Вообще непонятно здесь зачем и как. То есть ты не можешь одновременно быть там. Например, я тут, а жена тут. Но это бред полнейший. Проблема с розетками. Но мы в итоге все-таки нашли розетки здесь. Которые были спрятаны. Вот так вот. Почему мы закрыли сразу шторы? Потому что даже сейчас мы проснулись с утра. Очень сильно холодно здесь. Не понимаю, закрытое окно, но очень дует с этого окна. Мы реально еле согрелись ночью под одеялами. Мы под двумя одеялами еле согрелись. Есть какое-то подобие кондиционера, который, по идее, должен греть в том числе. Но тема не работает и очень холодно. Короче, вот такой вот отель. Наверное, это самый неудобный, самый холодный, некомфортный, непродуманный номер, в котором мы оставались. Когда ехали из Черногории, останавливались в таком каком-то советском, переделанном под отель, общежитии или санаторий какой-то, и там была железная ванна, знаете, такая, когда вода с души или с крана течет. Там ближайшие 20 номеров вокруг слышат, когда вы моетесь. Тем не менее, там был завтрак, кстати, очень классный. Там был офигенный завтрак. А здесь вообще никак, и очень холодно для этого окна. Я не знаю, что тут немцы не так построили. Очень холодно. Короче, в воскресенье, сколько время? 10, мы собрались. Пойдем где-то попробую покушать. В 4 часа нам нужно сдать машину, то есть у нас есть время покататься по Мюхену, посмотреть. Может быть, поднимемся на телебашню, тут есть прикольные. Ну, посмотрим. О, не 5 евро, 10. Нормально. Странно, что... Написано, 50 центов в час. Мы приехали вчера сюда в 11, сейчас в 10. Мы стояли 11 часов. Это 5,50. Тут же не написано, что 24 часа стоит 10 евро. А с нас взяли за 11 часов 10 евро. Правда, не жалко. Но это очень несерьезно, когда отель с тебя берет еще десятку за стоянку. В общем, мы вернулись обратно в музей БМВ. Сам музей находится в другом здании. Мы находимся здесь, где показывают новые машины. Мы вчера здесь тоже были. Мы долго думали, где же нам позавтракать. В итоге мы решили позавтракать прямо в БМВ. Представляете? Так. Мы взяли два мюсли, правильно я говорю? И вот такие две жирные булочки. Да-да, это очень, конечно, все не диетично выглядит, но здесь больше нечего покушать и завтракать. Вот, пожелательно приятного сита, а мы пошли завтракать. Мы решили подняться все-таки на башню. Там есть еще туман или это облака, я не знаю. Надеюсь, будет видно. Хотим посмотреть на БМВ сверху, потому что на этом здании сверху, вот на этом круглом здании сверху есть большой значок БМВ. Не значок, а значище. Сейчас попробуем подняться наверх. Запахов виздения. Ну, на самом деле, если очень-очень присмотреться, я надеюсь, что вам тоже что-то видно. Но очень-очень-очень плохо оно видно. Вот так это в идеале должно было выглядеть. И смотрите, какой большой завод. Вот это все, это все завод был. Здесь производят машины. Здесь вот все, вот это вот, все-все-все. Это мой главный офис, музей. И это новое здание, я так понимаю, где показывают новые машины. Мы приехали вот на такую достопримечательность, нам даже подписчики советовали. Легенда этого собора говорит о том, что архитектору не хватало средств или сил, я не знаю, для постройки этого большого собора. И он обратился за помощью к дьяволу, что дьявол согласился, но поставил условие, что не должно быть ни одного окна в этой церкви или в соборе. И, ну, архитектор решил, что, ну, кто же будет ходить в эту церковь без окон. Он все-таки решил сделать эти окна, причем эти окна как-то там спрятал за колоннами, как-то хитро. И легенда заключается в том, что дьявол, когда увидел все-таки, что окна присутствуют, а окон здесь, как я вижу, очень много, он топнул своей ногой в мраморный пол и оставил там отпечаток своей ноги. И это вот все, вот такая легенда, люди все ходят, смотрят на этот след. Вот мы приехали сюда, давайте зайдем, посмотрим. Слушайте, я, наверное, камера это не передает, но это очень большая штука. Очень большая штука. И очень-очень сильно пахнет воском, прям передает всю атмосферу. Идея в том, что вот здесь где этот след, вот этот, что отсюда не видно ни одного окна. Согласен. Ну да, здесь есть. Ну ладно, легенда имеет место быть. Окон действительно не видно, вот он, вот он этот след. Смотрите на размер органа. Органа, правильно, да? Не передается камерой, но просто дом целый. И вторая часть вот тут. У нас час дня, через три часа нам нужно быть в аэропорту, но мы уже потихонечку поедем. Нам нужно заправить машину. Заправить машину, еще там найти парковочное место, но это огромные парковки в аэропорту. Отдать все эти документы, аэропорт плюс самый большой. Поедем заранее. Так, я пошел разбираться, что надо заправлять сюда. Я не знал, что у немецкой машины может быть бак слева. Я даже подумать не мог об этом. Слушай, ну пахнет из бака бензином. А там не написано? Если это бензиновый мотор, он тарахтит, как кусок г**а, просто. Ой, и назад едет, как Жигуль. Так, чуваки, что у вас тут есть? СП-95-102-й, ничего себе. Я реально, что в нее заливать? Что заливать в нее? Че заливать-то? Бензин. Что там написано? Бензин. Я же говорю, слушай, ну это реально он, походу, трехцилиндров. Вы, короче, хотели открыть капот, но мы не стали этого делать, потому что есть мысля, что могут стоять, ну, GPS-ы по-любому, наверное, стоят на этих машинах. Еще могут стоять датчики на открытие капота, а потом, когда будешь сдавать машину, тебя спросят, а что ты там делал? Поэтому мы и не стали смотреть, сколько он у нас тут. Надо будет потом почитать про эту машину. Ладно, я пошел бензин заправлять. Довольно экономичная срань, кстати. 119 километров, практически всегда город, ну, чуть-чуть трассу мы проехали, ну, в фроках не стояли сильно. Крюш, смешанный режим, на самом деле, получился. Я заправил 7,95. 8 литров на 120 километров. Литр 95-го бензина стоит евро 44,9, то есть почти евро 45. Литр 95-го. Все, мчим в аэропорт. Нам нужно, нам нужно наверх или вниз. Нет, наверное, вниз. И наверх. Вот, здесь машина отдаёт. А, просто здесь? Да. Они сами хуже, видимо, походят. О, прикольно. Ну, смотри, 7-ка тоже была арендована. Ладно, допустим. Мы приехали в аэропорт, сдали машину и во время проверки у нас на лобовом стекле в районе водительского дворника внизу есть скол. Признаться, наша вина в том, что мы когда брали машину, мы осмотрели всю машину, но стекло нет. Стали смотреть хорошо, у нас есть фотографии, когда мы брали машину вчера здесь, что этот скол там уже есть. Но этот скол зафиксировал приёмщик, сказал, извините, мои работы всего лишь принять. Мы сейчас стоим в очереди в компанию, где брали машину. И сейчас будем пытаться объяснить, что это не наш скол и вообще есть... У нас она написана вроде как страховка, мы хотим уточнить, что это будет. Будем ли мы платить за это стекло сами или это всё покроет компания. Так что сейчас приключение продолжается, будем разбираться дальше. С машиной в русском все хорошо. Давай, давай пройдёмся. С машиной все хорошо, они отметили в своём листике, что при выдаче там тоже было повреждение. Так что всё окей. Сказали, не парьтесь, всё нормально, деньги с депозита вернутся автоматически, так что всё хорошо. Идём ищем свои ворота D6. Ну, короче, сейчас вам нужна машина очень хорошо. Да, и у нас было первое, в первый раз мы брали машину. Я, честно, даже не подумал на лобовое скол посмотреть, типа трещин нету и нету. Хорошо, что с фоткой. Хорошо была фотография, да, на которой есть вот скол, фотка сделанная вчера. Он посмотрел, говорит, хорошо, годится. Вот, так что проверяйте машины очень и очень внимательно. Приключение продолжается. На самом деле, как бы ничего страшного, но дело всё в том, что, чтобы вы понимали, вот смотрите, мы должны были вылететь в 18.45. Сейчас 18.48, и посмотрите, люди даже, ну, нас даже не пускают ещё в самолёт. Ещё не началась погрузка в самолёт. Как бы окей, но задержка, задержка самолёта не проблема. Но почему об этом день не сообщили? Я пошёл, посмотрел по всеми информациями, по мониторам везде. Вылет 18.45 по-прежнему. Вторая уже сегодня. А у меня первая. А у него вторая. А у меня первая. Ждём. 19.07. Только заходим в самолёт. Субтитры сделал DimaTorzok Всё, ребят, мы дома, как всегда. Спасибо, что смотрели это видео, надеюсь, вам понравилось. Куда, если ещё поедем, обязательно будем писать подобные видео, потому что путешествия вам тоже нравятся смотреть. И ещё, все фанаты BMW обязаны посетить это место. Если вы не фанат, а просто передвигаетесь на BMW, по какой-то причине не надо туда ехать, не тратите ни времени, ни деньги. Всё, вот она Рига. Вот она, наш воздух рижский. Хороший или плохой, не знаю. Но мы пошли за машиной, нам тут пройтись ещё метров 500. И мы будем выдвигаться в сторону дома. Там нас ждёт КТ. И вообще ждёт дом. Всё, ещё раз спасибо. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»